Узнав факты, Мири предпринимает действия, чтобы объединить семью Ирэн, но это будет не так просто, как она думает. Хотя Аэлис борется со своей семьей, она также потрясена тем, что узнает. Она стоит перед дилеммой, делиться ли своей сложной ситуацией с Кадиром или нет. Кадир был опустошен, узнав большую тайну о своей семье. Не зная, что делать, он отправляется в путешествие внутрь себя. Это путешествие, в которое Кадир отправляется, чтобы залечить раны себя и своей семьи, приводит его к неожиданному концу. Шеба убеждается в своих чувствах к Зазе и принимает Меры. Однако быть рядом с Зазой будет не так просто, как он думает. Силоне знает, что делать. Общайтесь с Мерием, когда чувствуете себя беспомощным и одиноким. Наконец он принял решение. После сделанного шага каждого ждет сюрприз. Все балансы в семье начинают меняться и тайны начинают всплывать одна за другой. Кадир все еще находится под влиянием шока, который он испытал после того, как много лет знал Эрола как своего брата. Помимо боли, которую она перенесла, Айлис испытывает горечь от того, что она не может назвать Эрола братом. Сибиль решает сжечь корабли и зажигает фитиль, который встряхнет ситуацию. Джемаль винит Кадира в инциденте, который он спровоцировал. Когда Кадир снова кричит, что он убийца, веревки между ними становятся еще туже. Несмотря ни на что, Силохаттин поддерживает семью Эрен в трудные времена, и это лишь вопрос времени, когда они столкнутся с правдой, о которой даже не подозревают. Кадир сжег корабли и обрушил свои боевые топоры на Джемаля. Он решает склонить баланс акций компании в свою пользу, сотрудничая со своим братом Эролом. Однако то, что он узнает в этот момент, сильно его смущает. Айлис находится под воздействием пережитого шока. Его утешением является Кадир, который всегда рядом с ним, даже если он не подозревает о ситуации. Исмет не может поделиться с Кадиром тем, что он знает, из-за давления со стороны Джемаля. Тем не менее, знания, которые он изучает, вызывают проблемы. Он и его жена Сангюль столкнулись с леденящим кровь инцидентом. Джемаль беспокоится о том, чтобы как можно скорее сделать ход и захватить компанию. Пока он реализует план по устранению Кадира, вред, который он нанесет собственному сыну Эролу, даже не приходит ему в голову. Пока Кадир продолжает расследование подозрительной смерти своего деда, он испытывает на себе тяжесть истины, которую узнал. Он не хочет хранить тайны между ним и Айлис, но сказать правду непросто. Кадир сталкивается лицом к лицу с Джемалем, находясь под влиянием шокирующих событий дома. Теперь ему предстоит сражаться на нескольких фронтах. Пока Айлис и Кадир строят планы на будущее своей семьи, Айлис потрясена полученной новостью. Айлис будет нелегко пережить эту ситуацию или поделиться ею с Кадиром. Кадир полон решимости забрать Джемаля из дома. Однако Джемалю удается привлечь на свою сторону Михри и Айлис, и он делает ход против Кадира. С другой стороны, Кадиру предстоит столкнуться с правдой, о которой он никогда бы не подумал. После того, что случилось с Эролом, Мерием начинает сожалеть о плане, который она составила с село. Пока он думает о том, что ему следует сделать, чтобы простить себя, он получает плохие новости, которые изменят всю его жизнь. Хотя Айлис и жаль свою мать, она также пытается понять, как и кто ее довел до такого состояния. Получив информацию о том, что Кадир был последним, кто встречался с Сибель, полиция забирает его показания. Кадиру трудно объяснить, почему он скрыл факт встречи с Сибель. Сангюль улавливает ключ к разгадке важной тайны в жизни село. Вместе с Исметом они начинают расследовать факты. Низахат идет к Кадиру и предупреждает его о Джемале. Оставаясь рядом с Айлис, Джемаль стремится избавиться от подозрений и найти доказательство правды, которую скрывает Сибель. Мерием пытается втянуть Ирола в свою игру, чтобы заставить его признаться в правде. В этом вопросе ему нужна поддержка село. Однако цена его игры будет высока. По мере приближения времени свадьбы Айлис начала волноваться. Сможет ли Кадир догнать? Тайна, которую Айлис узнала от матери, смутила Кадира. С другой стороны, его отчим Джемаль теперь будет более активно участвовать в жизни Кадира, чем раньше. Пока Джемаль пытается не допустить раскрытия своих грязных тайн, круг вокруг Исмета постепенно сужается. Когда Исмет узнает правду о своей жене и дочери, он испытывает сильную панику. Село находится на перепутье тюрьмы. Пока он думает о том, какая жизнь происходит снаружи, он потрясен полученной новостью. Кадир несет бремя того, что он узнал, и изо всех сил старается не омрачить счастье Айлис. Утром ночи, полный сюрпризов, которые он приготовил для Айлис, в их жизнь обрушивается большая бомба. По мере приближения времени свадьбы Айлис начала волноваться. Сможет ли Кадир догнать? Тайна, которую Айлис узнала от матери, смутила Кадира. С другой стороны, его отчим Джемаль теперь будет более активно участвовать в жизни Кадира, чем раньше. Пока Джемаль пытается не допустить раскрытия своих грязных тайн, круг вокруг Исмета постепенно сужается. Когда Исмет узнает факты, касающиеся его жены и дочери, он испытывает сильную панику. Село находится на перепути тюрьмы. Пока он думает о том, что приносит жизнь, текущая полным ходом снаружи, он потрясен полученной новостью. Кадир несет бремя того, что он узнал, и изо всех сил старается не омрачить счастье Айлис. Утром ночи, полный сюрпризов, которые он приготовил для Айлис, в их жизнь обрушивается большая бомба. Пока Эрол, застреленный село, борется за свою жизнь в больнице, Кадир, винищий во всем этом себя, делает все возможное, чтобы как можно скорее передать село полиции. Надеясь найти своего отца, Айлис столкнулась с тем, что у нее есть брат-близнец. Какой ответ она получит, столкнувшись с матерью? Сможет ли село, ставшее беглецом вместе со своим сыном Умутом, бросить все и уйти далеко? Кадир, которого ударил село, выигрывает битву за жизнь. Но село не отказался от намерения отомстить Эролу. Эрол же не может нести вину за разрушенные жизни после непреднамеренно вызванной им смерти. Пока Айлис пытается узнать, кто ее отец, Кадир, наконец, находит разгадку. Мерием, которое появляется перед село, когда он меньше всего этого ожидает, удивляет его своим сходством с Захиди. Видео, которое получает Джемаль, показывает ему, что он не единственный человек, который знает о совершенном им убийстве. Село Эрол, встретившееся лицом к лицу в стеклянном доме, наконец-то поделится своим козырем. Трагедия, постигшая Захиди, опустошила обе семьи. С одной стороны, Джемаль и Михри пытаются спасти Эрола из этой ситуации, а с другой – село, желающее отомстить за жену. Пока Кадир расследует, имеет ли Эрол какое-либо отношение к этой смерти, подозрения село в этом направлении постепенно усиливаются. Кадир, который не оставляет Айлис одно ни на мгновение после того, что она пережила с Серканом, поддерживает Айлис в поисках отца. Когда село Эрол, наконец, встретится лицом к лицу, чтобы отомстить, сможет ли Кадир остановить село. Айлис, встречающая свою мать в доме Кадира, не слушает объяснений Кадира и просит его держаться от нее подальше. Кадир сдается, у него больше нет сил убедить Айлис. Но вскоре Айлис понимает, что ее чувства к Кадиру слишком сильны, чтобы их можно было подавить. Однако после случившегося переубедить Кадира будет непросто. Эрол и село снова встречаются и сильно ссорятся. Эта драка заставит село покинуть дом вместе со своей семьей, и произойдет великая трагедия. Айлис потрясена, когда фамильные кольца отца Кадира скатываются и приземляют. КОНЕКТА КОНЕКТА